Женщина Дверь рукой дрожащей дотянулась до звонка и не нажала, а ударила два раза, сразила взглядом, словно холодом клинка, а следом бросила бессмысленную фразу. Потом с намерением пройти меня насквозь, проникла в комнату и, примастившись в кресле, заговорила так, как будто ей пришлось вчера родиться или только что воскреснуть. И оглядев мое жилище с высоты, увы, никак не меньшей птичьего полета, ей до меня так захотелось снизойти богиней, сосланной с олимпа на болото. Но вдруг заплакала и сделалась смешной, такой беспомощной, влюбленной и любимой. Жизнь, как прыжок из-под небесия затяжной, или в объятия друг к другу, или мимо и мы в прыжке, уже не чувствовали тел, а прижимались все тесней к душе душою. Но я боялся, потому что не хотел впервые в жизни ощутить ее чужою. И шел на кухню, размышляя о своем, и на двоих готовил крепкий черный кофе. Потом курил в окно и сквозь дверной проем едва косился на ее античный профиль, но вилка падает. А не наоборот, я накипаюсь к ней, и сам себя ругаю, и улыбаюсь. Разве женщина придет, а если даже придет, увы, другая. Дотянулась до звонка и не нажала, а ударила два раза, сразила взглядом, словно холодом клинка, а следом бросила бессмысленную фразу.